Новость о победе Максима Хромцова на летних Олимпийских играх в Токио-2020 молниеносно облетела весь мир. Он стал первым в истории российского тхэквондо, кто выиграл Олимпийскую золотую медаль. Для ульяновцев это особая радость. Несмотря на то, что прославленный спортсмен живет в Нижневартовске, он является воспитанником известного ульяновского тренера Александра Лашпанова. И в наших краях Максим также тренировался в начале своей спортивной карьеры. Мне кажется, вообще очень много факторов, почему он победил. Он просто хотел, долго шел к этой цели. То есть это была цель всей его жизни. И все это культивировалось в семье. То есть семья огромное значение в его формировании, в его характере приняло участие. Спортивная общественность, а также учащаяся городской спортивной школой Олимпийского резерва под хэквондо приняли участие в пресс-конференции с организованным телемостом Ульяновск-Нижневартовск, на котором Максим Хромцов ответил на вопросы ребят и взрослых. Почему вы выбрали из-за такой спорта, как в Мандову? Почему ты в Мандову? Да. Потому что это очень красивый вид спорта. Мало в каком виде спорта бьют ногами с вертушки. Даже вот мне вот поэтому очень понравилось. Потом это олимпийский вид спорта. Это тоже немаловажно. Это очень важный вид спорта, чтобы спорт был олимпийским. Также на вопросы учащихся спортивной школы ответили известные спортсмены Ульяновска и руководители спортивных сообществ региона. Действительно, вы показали, что Россия великая страна. Здесь живут сильные, здоровые и талантливые люди. Большое количество мальчишек и девчонок, я думаю, с гордостью смотрели за выступлением Максима. И, наверное, с его победой, я связываю с приходом все точного количества детей и мальчишек в олимпийский вид спорта. Напомню, летние Олимпийские игры 2020 в Токио проходили с 23 июля по 8 августа 2021 года. В программу соревнований игр входит 33 вида спорта с разыгрыванием 339 комплектов олимпийских медалей. Антон Никонов и Юрий Ломатов. Улправда ТВ.